всем привет дорогие друзья вы снова на канале sentinel astro мы продолжаем прохождение метро exodus мы спустились в подземку новосибирского метро чтобы пройти к научно-исследовательскому институту и попытаться найти там лекарство надеюсь что она там будет у нас сейчас на дворе декабрь 2035 года это видно по карте вот этой видите 22 декабря 35 совсем скоро новый год и вот такая вот аннотация небольшая что происходило здесь последние месяцы жизни города как смогли они выжить так долго при таком загрязнении и почему убивали друг друга с таким растервенением война ладно но массовые расстрелы неужели даже глядя смерти в лицо мы люди не можем не вести себя как звери а вот вент-шахта это что это проверь эту трубу я прикрою давай я тебя прикрою ну-ка ах ты товарищ полковник тут стой пацанчик стой стой давай ты куда подожди да стой ты блин выживший охренеть о ого так аккуратно стой стой да подожди подожди ничего мы тебе не сделаем какой шустрый а какой шустрый а малец вроде обычный человек не мутант только какой то перепуганный стой блин а а вот это поворот куда ты сныкался оружие уберу на всякий случай да блин подожди подожди ах зараза блин охренеть что за байда блин теперь как извращенец какой то тут за детьми гоняюсь ах где мальчишка да я не знаю где он здесь не пробегал я бы заметил посмотри с той стороны а я здесь поищу выходи не обиден так а у нас же детектор ну-ка что тут ага или это мельника детектит иди сюда парень хватит прятаться не бойся выходи не обиден да тише тише вы тише тут что шкафчики ты здесь нет здесь только тараканы мы просто хотим поговорить а судя по детектору не бойся прямо а ага а 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 misinformation мальчик ты здесь мы знаем а а а а и мы и и Держи. Попался. Попался. Хорош убегать. С кем это? Так что веди. Тем более, деваться тебе все равно некуда. Хорошо. Только смотри без фокусов. Нам сюда! Тут уже недалеко до станции! Вот это да, ребят. Как ты выжил здесь? Ну, проспект. Какая еще? Оттуда до института всего один перегон. Цель близко, Артем. Стой. Все чисто. Ну, идем. Вот вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? Ха-ха-ха. А ты настойчивый. Задание у нас. Больше сказать не могу. В институте? Так оттуда давно всю зеленку вынесли. Какие там задания? Что еще за зеленка такая? Не знаете? Подождите. Вы вообще с какой станции? Артем с ВДНХ. Я из полиса. А? А это где? Это в Москве, боец. Сейчас! Уроды полезли. Отбиваемся. Давайте. Сукины дети. У нас еще такого много. Привет из Москвы. А, ну это что скажете, а? А что еще охота? Скинь гранатами! Ну, идите сюда. Давайте, давайте. Урвемся! Держите. Живи, скотина! Нравится, нравится твари! Автомат хорош. Очень хорош. В меру скорострельный. Точный. Не подбрасывает. Видишь, как убирают. Вот это я понимаю. Ну что? Рядовой Хлебников. Вылазь. Ау, парень, ты где? Неужто удрал? Ну, и где нам его теперь искать? Ай. Нельзя было его от себя отпускать. О. Живой! Питок мутантов. А вы честно из Москвы? Честно. Честно пионерское. Командир группы особого назначения. Артем мой боец. Мы прибыли из Москвы на поезде. Обалдеть просто. Подождите секунду, я ворот открою. Не свалил. Молодец. Значит, поверил нам. Баночки. Я вас за мятежников сначала принял. У нас тут война была. Это мы заметили. Да уж. А что за мятежники? Ну, сейчас, наверное, расскажет все. Особый комитет. Вход по пропускам. Особый комитет. АСКОМ, может быть, это сокращенно есть? Вау, гидропоника. Уютно у вас тут. А где все? Отец на задание ушел. А больше нет никого. После войны никого не осталось. Никого? Совсем? Ядерную войну город пережил, а вот гражданскую. Давно вы с отцом вдвоем остались. Почти год уже. Нам повезло. Целый ящик зеленки был. Как у богачей. Так и выжили. Артем, смотри. Спутниковая карта. Вон та долина, где вы с Алешей потерялись. Откуда это у вас рядовой? Сталкера из центра спутниковой связи принесли. Давно уже. Отец, говоришь, на задание ушел. А когда он вернется? Не знаю. Давно? Месяц назад. На связь уже три недели не выходит. Понятно. Знаешь, куда он пошел? Что за задание? Да в целый этот. Мы весной собирались уходить из города. Вот он за картой попадания и пошел. Говорил, с картой точно найдем чистое место. Ясно. Рядовой, нам нужно воспользоваться твоей радиостанцией. Артем, попробуем связаться с Авророй. Я пойду за картой. Надо им сообщить. Аврора, как слышите? Это Мельник. Полковник? Слышу хорошо. Как вы вышли на связь? Меняем план. Мы нашли выживших. Они говорят, что центр связи цел. Я иду туда за картой. Артем, в институт. Принято, полковник. Как там Аня? Все еще спит. Постарайтесь там поскорее. Катя говорит, у Ани начинается новый приступ. Она настолько ослабела, что... Аврора, повторите. Прием. Связь говорит на угол. Аврора, как слышите? Прием. Наверное, из-за этой метели. Черт. Опять помехи. Артем, если его отец действительно вычислил чистое от радиации место, это шанс для Ани, для ребят, для всех нас. Шанс на новую жизнь. Я пойду за картой. Когда будешь лекарства, встретимся здесь, потом вместе за машиной. Без антирада на улицу нельзя. Осталось три ампулы. Папа для выхода из города берег. Отлично, парень. Артем, ты можешь пока подготовиться. Вон, у них тут верстак, что надо. О, верстачок. Если хочешь, бери рельсу мою. Тебе она, пожалуй, больше пригодится. Только про патроны не забудь. Скажешь, в общем, когда будешь готов. Рельсы, это хорошо. Так, что тут? Может, на другой полке? Да и тут тоже. Так, тут у нас... Колыма, уж лучше вы к нам. Скажи, Кирилл, а как все же получилось, что вы с отцом остались одни? Зеленка. Антирада не осталось почти, а без него смерть. Дальние станции взбунтовались. Комитет послал солдат. Ну и началась война. Ну дальше, кто в боях, кто при пожаре погиб. Входы охранять некому. Ну, мутанты со всех сторон сразу и прорвались. Ясно. Прости, что напомнил. А, да ничего, я привык. Я привык. А парнишка-то закаленный. Ага, вот она где. Я так понял, что вон та вентиляция ведет на станцию. Да, вон та. Потом через станцию и в правый тоннель. Это внутримышечная. Введите, если плохо станет. Спасибо, боец. Вот благодаря чему они выживали все это время. Антирад? Ммм. Ну что, готов? Всегда готов. Эй, не, подожди, подожди, подожди. Стоп, так не пойдет. Так, а можно как-то загрузить? Я же еще это на верстак. Не это... Значит, не надо было пока забирать антирад. Это нас перемещает дальше по сюжету. И вернуться назад из этого воздуховода или что-то вентиляции уже не вылезти никак. Сейчас загрузимся. Где мы сейчас окажемся? Ага. Вот как раз здесь. Нет, я брать не буду. Так, осмотримся сначала. Да, уютненько. Уютненько. Растения какие-то. О! Отлично. Открыточка. И она же вроде последняя. Новосибирск что-то... Новосибирск главный. Это тот самый вокзал, к которому мы подъехали на Вроре. Ну да. Но только еще до войны. А по заметкам у нас... Только две нашли. Еще много. Карта метро. Упаньки. Рельса. Та самая рельса. Значит, можно взять ее? Спасибо. Так, а что нам лучше поменять на рельсу? Давайте, наверное, Тихарь сменим. Да. Отлично. Шкала. А, ее тоже подзаряжать надо, да. У нас в метро 2033 тоже была рельса. Что-то... Морской бой. А, понятно. Старые автоматы. Игровые. А почему этот антират с зеленкой называется? Я что-то не догнал. Сейчас. Секунду, мужики. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, на верстак. Чистимся. Укомплектовываемся. И двигаем вперед. Угу. А, ясно. Вот так, значит, она в Тихарь. Это значит, а рельсы, это получается модификация Тихаря, что ли? Странно. Принцип работы вообще другой. Хотя нет, от Тихаря тут остается только это... Только каркас, грубо говоря. Ствольная коробка или... Ночной прицел нам не подходит. Коллиматорный, может быть? Да, поставим коллиматорный. Магазин. Ммм, можно увеличить. Шнековый. Поставим шнековый. Чисто все. О, дробивый дробовичок у нас, конечно. Теперь снова чистенький. Что-то мне не понравилось, как он быстро загранился. Ну, скорее всего, из-за того, что мы прыгали там в воде, в дыру какую-то провалились. Так, тут тоже все в порядке. Аптечки. Ох, как же мало химии осталось. 69 всего. Фильтров не так много. Давайте 20... Вот и все. Химии больше нет. Так, чем у нас рельсы стреляют? Что-то не пойму. Что-то не пойму. Так, что-то не понял. А, ясно. Теми же шариками, что и тихарь. Отлично. Ну, логично. Логично. Это что-то типа гаусс пушки. Значит, наделаем шариков. По максимуму. Разрывные, наверное. Ой, то есть зажигательные. Будем делать, не будем? Не, наверное, не будем. Стрелы на арбалет можно. Болты, точнее. Разберем. Гранату одну потратил я, да? Скрафтить уже не могу. Молотов тоже не могу. Не хватает. Вообще ничего не могу. 13 под... А. 19 патронов на дробовик. И 39 всего к автомату. Ну, зато на тихарь... Ой, фу. Прошу прощения. На этот... На рельсу нормально. Остальное все в порядке. Давайте-ка переключимся. Наверное, поменяем детектор движения на детектор металла, чтобы находить ресурсы. Потому что у нас катастрофически их мало, практически нет. Нечего делать фильтры и кое-какие боеприпасы. А. Подкачиваем. Все проверили. Оставим рельсу, наверное. Опробуем ее. Ну, ничего так. Пушка, конечно, увесистая. Ну что, с Богом. Давайте сюда свою зеленку. О, с Богом. Помни, ради чего мы все это затеяли. Жизнь моей дочери, твоей жены в твоих руках. Вперед. Ну, как раз. Как раз, значит, Кирилл этот сказал, что три ампулы осталось. Вот, значит, одна ему, одна мне, одна мельнику, если что. Хорошо. Хорошо. Так, мутанты. Здесь где-то мутанты поблизости. Заодно рельсу эту опробуем. Так. Что-то тут есть. Ага. Отлично. Что-то слышал. Что-то за станция. Ох. Блин. Это хреновина меня пугает. Видите, какую тень отбрасывает стрёмную. Флаг этот или что это? Истяк. Ага. Ещё. 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 Жуть какая, а. Кто-то рычит. 2035. Прям как год, который сейчас на дворе. сейчас я ещё проверю, что внизу. А крыс здесь много. Ресурсы нам сейчас очень позарез нужны. Просто позарез. Кто-то, кстати, да, чё у нас по ним. А, здесь так не посмотришь. Ладно, в рюкзак пока не будем лезть. Здесь не пройдёшь, поэтому пойдём по лестнице. О, поярче светит. Чё за попискивание? Что здесь ещё? Заметка. Записная книжка. 12 февраля. Вторая группа подтвердила. Главный склад пуст. Во всех контейнерах скрытой площадки Тара. Резерв антирада. Один месяц. Срочно снизить нормы. Возобновить работу по главному заданию. 20 февраля. Вернулась группа из главного здания. Потери 70% в пределах допустимого. 70% потери это в пределах допустимого? Ни хрена себе. Склад на первом этаже на полгода при текущем расходе. Поднять вопрос по плану тактика на заседании комитета. 2 марта. План тактика утверждён комитетом. Ответственный по транспорту начальник эксплуатационного отдела по подготовке путей начальника особого отдела. Все резервы наземных команд передаются особому отделу. Недостачу восполнить за счёт нарушителей. 18 марта. Начаты работы по очистке путей. Экспотдел докладывает эксп... Это что значит эксп? Экспотдел докладывает отставание от графика на неделю, нехватка фильтров, потери выше расчётных, снабжению взять на контроль. 27 марта. Особому отделу выделить две роты для охраны команд расчистки путей. Резервов не осталось. Работы выполнены на 30%. 11 марта. Беспорядки в депо подавлены. Работы по очистке путей 35% выполнение. Охрана себя оправдала. Потери стабильные на восполнимом уровне. 17 апреля массовые беспорядки на грязных станциях. Особый отдел не справляется. Много сил отнимает охрана расчистки. Работы выполнены на 50% отставания от графика ликвидированы. начальник эксподела поощрить. Что за эксп? Хрен знает. 2 мая. На грязных станциях бунт. Туннели перекрыты. Баррикады на ключевых точках. Ситуация в целом под контролем. Мобилизация населения чистых станций до 50 лет в особый отдел. 19 мая. Прорыв обороны на центральном участке. Бронелетучки потеряны. Положение катастрофическое. 20 мая. Группа быстрого реагирования подполковника Хлебникова ликвидировала прорыв. Туннель взорван. Бунтовщики остановлены на поступах к станции Сибирская. Работы по расчистке путей возобновлены. Выполнение 70%. Все свободные силы особого отдела на охрану расчистки. 5 июня. Станция Сибирская потеряна. Подполковнику Хлебникову приказано восстановить положение любой ценой. 7 июня. В рапорте Усп операции группы Хлебникова бунтовщики на станции Сибирская полностью уничтожены. В рапорте успешной операции наверное Усп Хлебников представлен внеочередному званию полковника. Работа по расчистке 90%. Выполнение опережения графика. Все резервы наверху. Так Стоп Что-то я немножко перелеснул Так Сейчас Где это было? 20 июня Работа по расчистке 100% выполнения Готовность подвижного состава 90% Снабженцы обещают запас хода в 1400 километров По спутниковым данным разведки должно хватить до Байкала по чистой местности с запасом 300 километров 28 июня Локомотив сожжен бутовщиками План 17 июля Силы особого отдела на поверхности отрезаны Все резервы стянуты к штабу 2 августа Все Думаю мы это заслужили Значит Хотели свалить отсюда с этого метро Так же как и мы Но не сложилось Вспыхнула война Нормально бьет Хорошо Давай залезай Следующий Давай перезаряжай Блин Крутая пушка Только подкачивать ее надо время от времени Но пушка огонь С такой даже мутантов можно не бояться Ой Ну что ж спустимся тогда здесь Другого пути все равно нет Новый ресторан Ну да была станция жилая когда-то Значит у них все это случилось в этом году несколько месяцев назад В августе все это закончилось Судя по вот этой записи которую мы нашли Агус же вроде да а сейчас декабрь Это получается столько времени этот пацанчик провел здесь один совсем Ведь отец его ушел на задание сколько там месяц назад Да Сейчас еще посмотрю что внизу Что-то как-то пусто Ага сейф Отлично Че посеем в пору соберем повидло гору Шорохи какие-то повсюду здесь Внизу еще вроде не осматривали да вагон этот Так-так Мутанты не дремлют Давайте идите сюда Я встречу вас с рельсой Хорошая пушка Почему ее раньше не дали Ладно все пойдем А тут у нас что оружейная Сколько трупов а Кошмар какой-то Нормально так набрал Хорошо Ну и жесть а Играет музыка. Кошмар какой. Труп на трупе. А что куда дальше-то? Может поверху? Так, а на верхном? Ага. На верхном, да. Вот здесь вот мы проходили уже. Вот сюда. Красный проспект. Угу. Ну, будем знать, как называется эта станция. Блин, этому нет ни конца, ни краю. Что, в предыдущей части была сплошная братская могила? Что здесь? Сожженные? Ну, да, тут пожар был, очевидно. Оба-на. Ну, тут люди заживо сгорели нахрен. Жесть какая, а. О, молотовы. Молотовы, молотовы. Ну, приготовим. А гранату мы давайте-ка оставим на всякий случай. На самый крайний случай. Если совсем туго будет. Все разваливается. Мутанты. Блин, провалился. Готов. Есть еще желающие? Давайте. Сволочь. На тебе. Урод. Ранил меня. Оружие точное. О! Да перезаряжь. Блин. Подкачивай, то есть. Ай, больно. Беги, беги. Беги. Беги, твою мать. Беги. Да что вы делаете, черти. Больно. Все аптечки, блин, потратил уже, наверное, да? А они все лезут и лезут. Беги. Беги. Я слышу, вы еще здесь есть, да? Давайте. На. Скотина такая, а. Тут все прогорело и все разваливается. Пока никого нет. Все подкачиваем, скорее-скорее. Перезаряжаем. Собираем лут. Собираем лут. По шустряку. Блин, жаль, конечно, что мы не можем продолжить путь с мельником. Он там остался с парнем и хочет наведаться, куда там этот, каким городок или как там его. Что-то я немножко прослушал. А, найти отца его, у которого должны быть спутниковые карты, которые укажут нам, где можно гарантированно остаться без вреда для здоровья, так сказать. Что за ворота? обычно ворота поднимаются вот такой, таким вентилем. Чё я открыл? А! Ясно. Фонарик садится. Сейчас смотрим всё. Всё просто в куски. Так, ну. Кажись, всё собрали, значит можно идти дальше. Сюда? Здесь мы ещё явно не были. Да, детектор выручает. Детектор металла указывает, где можно найти полезненькое. Какая-то отметка на карте появилась. Давайте взглянём. Мы снова в родной стихии. Осталось найти дорогу на станцию Площадь Ленина. А, угу, это понятно. Ну, здесь карта поверхности города, микрорайона какого-то. но не карта метро. Но не карта метро. Поэтому я не могу понять, где я нахожусь. Проспект энергетиков. Проспект энергетиков. Это мне ни о чём не говорит. Улица Дуси Ковальчук. Чё, реально такая есть? Или... Или Люси Ковальчук? Дусь? Чё-то не могу разглядеть. Правее там. Ммм... Владимирская... Фиг знает. Да, это тебе не Москва. Где мы ещё более-менее изучили. Всё, здесь... Чё за... Рука... А-а-а... Ой... Чё это? Чё это? Наверное, зря я это сделал. Сейчас все мутанты сбегутся, да? Лодка. Напоминает подземную Венецию. Помните, мы так того рыбака вызвали? Но он, по счастью, недалеко был и помог нам. Блин, времени мало. Реально мало времени. Нам нужно Аньку выручать. Срочно искать лекарства. Если найдём вообще... Если оно вообще существует, осталось... О, других вариков нету. Просто нет. А-а-а... Здесь что? Ничего. Ну, кажется, всё. Остаётся только на лодку. Да, точно. Лодочка... Так, туда никак нельзя пройти, да? Ну, ладно. Давайте поглядим, что у нас по шарикам осталось. Надо бы их наделать, потому что мы уже потратили так немало. Ну, сделаем по максимуму. Химии хорошо набрали. 236 единиц. Аптечки. Четыре, наверное, хватит. Я бы ещё стволы, конечно, почистил, но, как вы помните, это возможно только на станке. Чё-то мне не хочется туда соваться. А придётся. Видите, да? Просто посмотрите на вот это вот. То, что впереди. Ещё свет выключу. Нам предстоит плыть вот туда, в это тёмное, мрачное чрево. Как же не хочется. Страшно. Но надо. Но это будет уже в следующей серии. Пока немножко передохнём. И отправимся на лодочке дальше. На ту площадь, которую нам надо, как её там станция там называется. Площадь Ленина. Такая же в Питере есть. Площадь Ленина, там где финляндский вокзал. Ну, некоторые станции в разных городах имеют одно и то же название. Большинство из них получали свои названия ещё при советах. Поэтому, как бы, вот такие вот похожие есть. Площадь Революции, Площадь Ленина. Ну, с тех времён ещё, с той эпохи, так до сих пор и носят. Такие вот названица. Ну что ж, пока всем спасибо за просмотр. Кто смотрел, возвращайтесь на мой канал. Буду очень рад. И до скорого в следующей части Metro Exodus. Пока.